Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Принято было решение в школе... У нас школа здесь не полностью комплектована... И принято решение сделать две дошкольных детских группы... Для того, чтобы ребятишки уже могли сюда приходить и начинать готовиться к школе... В прошлом году в школе училось 80 человек... В этот год уже в школу пришло 135 детишек... Из детского садика не было, еще 27 детишек в детский сад... Еще 13 мы можем здесь принять... Видите, все-таки деревня потихонечку, потихонечку, но начинает оживать... Еще может расти до скольки? До 300, наверное, можно? 198, да... Ну, то есть здесь решается все у нас... Детский сад и школа... Самое главное... Ребята, да, могут уже сразу совершенно спокойно готовиться уже к поступлению в школу... И все, здесь уже стены и земли... Так что так... Доктор Невролог, здравствуйте... Здравствуйте... Доктор Невролог рядом... Они у нас... Он целевик... И привез с собой свою супругу... Доктора очень хорошие... Попали под программу «Земский врач»... Очень хорошие доктора... Попали отзываются очень тепло... А партон не купили еще? Пока нет они еще... Пока деньги потратили... Пока никуда купили... Полностью всю крышу меняли... Слушайте, да... А что со сливами? С отливами чего? Все нормально... Как нормально... Ну а как... Вода так прямо капает, что? На отмостку, которой нет... В смету... В смету... Все посмеется... Владимир Сергеевич, здесь дело в том, что 16 квартир и 12% и так была слишком высокая сумма... Лена, ну все равно, слушай, мы крышу сделали хорошо, ну а как же будет теперь? Теперь из фонда капремонта дальше будем доделать отмостку... Вот и отмостку... И отмостку также... Ну а... Потому что, ну это же тоже... Не, это хорошо, что сделали крышу сейчас... А текла крыша сейчас? Текла... Текла? Раньше текла... Сейчас все хорошо... Ничего не течет... Ну я хочу сказать, что качество... И самое главное... Объем проблем, который вот решается... Совсем другой... Поэтому на следующий год тоже вступайте... Дальше в программу смотрите... Ну и благоустройством над двора тоже заниматься... В программу мой любимый дворик надо входить... В компании строительные сколько работают? В компании у нас где-то один человек, наверное, 30-40 заработали... Ну такая... Ну вы тоже учредитель, директор, да? Конечно... Ну что-то заработали? Вот на этом доме? Ну... В принципе, да... Сколько заработали? Насколько упали по цене, когда конкурс был? Не было падений... Ну сколько заработали? Было, было, было... Чуть-чуть... Было, было... Ну немножечко, да... Немножечко, да... И миллион семьдесят пять уже, когда... Ну двести тысяч упали, да... Дело в том, что... Сейчас, секунду... Двести тысяч упали... А сколько еще заработали? Ну примерно где-то тысяч сто пятьдесят... У нас с каждого дома выходит... Ну слава богу... Зарабатывайте... 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 Покупайте технику... Покупайте материал... Зарплату людям хорошую платите, да... Поэтому чтобы больше на следующий год... Мы программу будем сохранять... Плюс у нас фонд капитального ремонта со следующего года... Это восемьсот миллионов примерно... Четыреста домов в год мы должны делать... Четыреста по области... Поэтому входите... Входите... И будем это делать... Да, да... Входите, не стесняйтесь... На упрощенке работаете, да? Нет, мы по... На общей... А почему? Доработать... Ну с НДСом... А зачем? Мы же без НДСа все конкурсы... Переходите на упрощенки... У вас экономия будет... В 1 октября есть время... Конечно... Надо подумать... Там до 64, по-моему, миллионов... Ну хорошо... Хорошо... У друзей нет выходных... У друзей нет выходных... У друзей нет выходных...